Всем привет, с вами Игнат, и сегодня мы подводим итоги портфельного инвестирования за май. Погнали! Итак, ребята, ну вот, вот этот день настал. Я думаю, надеюсь, все смотрели портфель мой на май. И вот я там договорил, блин, можно взять больше стейблов, что-то как-то стрёмно, мы уже очень долго растём. И я, на самом деле, меня триггерило нападение уже очень давно, я думаю, все это знают, все помнят. Если вы не смотрите мои еженедельные стримы по средам, то вы уже много теряете, если вы не смотрите мой инстаграм, то тоже теряете. Потому что именно в инстаграме я просто в один день проснулся, я был в тот момент в Турции, и мне тоже ощущения были просто, один вот был этот хайп с Dogecoin, я думаю, тоже все помнят, все смеялись, смотрели с моих реакций. Но просто в один момент я такой, блин, ну всё, всё, уже всё, что могло произойти, у нас сейчас будет тупо ронять. И я начал говорить это с биткоина по 54 тысячи, по 52, по 50, 40, ну и вот это происходило-происходило. На текущий момент у нас биткоин 36 тысяч, но как бы такая ситуация. Поэтому, собственно говоря, жалко, что я не взял, конечно, в портфель в месяц чуть побольше её зац, ну хотя бы 30% мы там заслуживали взять. Более того, конечно, ещё забавно, что там по поводу эфира у меня, такой, может взять побольше эфира, может поменьше. Если кто не помнит, я брал эфира тоже 20%, а биткоина 15%, и там, может быть, в сторону эфира. В общем, можно было кое-как отскочить, вот если вот именно портфельно инвестировать, то есть тут надо это учитывать. Потому что вы сами даже понимаете, что когда вы берёте портфельный месяц, и типа с условием, что нельзя его менять, то иногда будут такие происшествия случаться, неприятные, как сейчас. Минус 28% у нас по портфелю, вот я вам покажу результат. Я говорю, ничего никогда не меняю, вот у нас 7200 осталось. Это с учётом того, что ЕСДЦ 20%, то есть там вообще прилично-прилично подплавило нас. Но, тем не менее, ничего страшного. Я готов в целом к таким рискам, да, если мы 9 месяцев плюс отторговываем, просто портфельным инвестируем, то когда такое происходит, всё ок. Ну, кроме того, если кто смотрел мой инстаграм, наверняка и повыходил пораньше. Я, наверное, ещё пару моментов скажу по поводу вообще рынка и вообще ситуации. Напоминаю, ребят, что работа над ошибками в крипте крайне важна. Я, конечно, понимаю, что всех этот булран разбаловал вот эти 9 месяцев. Вообще, по факту, 14 месяцев мы росли с марта 2020 года. Мы росли просто без остановок, всю дорогу росли. Где-то какие-то были коррекции минимальные, такие, как сейчас. Биткоин упал уже больше, чем на 50%, да, не, ладно, сейчас и меньше, чем на 50%. Такого давно не было. И, конечно, это повергло многих участников рынка новичков в шок. Но, тем не менее, ребята, вы должны адаптироваться, вы должны понимать, что такое иногда происходит. Невозможно, не может рынок всегда расти, должны люди терять. Все вот такие финансовые инструменты рынки, они заключаются в том, что кто-то зарабатывает, кто-то обязательно теряет. И крипта не исключение. Просто говорю, когда 9 месяцев мы росли, все думали, что все обязаны богатеть. Ну и, как я напоминаю, если ты разбогател на бумаге, в цифрах, это ничего не значит, пока ты не вывел эти деньги, условно говоря, себе, порадовал свою жену, купил квартиру, машину, дачу. Не знаю, что вам ближе, айфоны, не айфоны. Всегда надо считать именно прибыль, которую вывели, а не те, которые на экране. Это разные вещи. Поэтому, собственно говоря, непосредственно ближе, наверное, к нашей истории. Биткоин у нас не так давно резко упал, я думаю, что все в курсе. Тут, конечно, у нас портфель вообще расплавился прям прилично. Я говорю, что тут типа UZC осталось, а остальное все прям потеряло прям очень-очень много. То есть практически по 50% все потеряло. Плюс-минус, то есть небольшими ограничениями, погрешностями. Как я все равно биткоин, мы заходили, 57 тысяч был тогда, и люди такие, я знаю даже ребят, которые в этот момент лонговали, вонговали. Я говорю, не надо этим заниматься, это все закончится очень плохо, слезами. Рассматривать как бы каждый кейс отдельный, это на самом деле достаточно посредственно, потому что весь рынок, когда шатает, я говорю, падает все абсолютно. Огромные количество участников рынка говорили, а может быть такое, что биткоин и эфир упадет, там, например, ripple будет жить. Нет, ребят, такого не бывает в рынке, ликвидность одна, если она падает, ну, теряется, то все моментально как бы схлопывается. Ну, надо отметить, конечно же, это тоже на самом деле был такой звоночек за то, что биткоин, значит, и вообще bullrun подходит к концу, это то, что начал перформить эфир. У нас на самом деле тоже достаточно забавно, что я просто в один момент такой типа смотрю, мы же взяли, получается, эфир по 2 800, и это как бы условно были хаи, да, вот здесь вот 2 800. И после этого они начинают расти, расти, расти тут 4 300, 4 400, и мы такие, блин, типа, почему я не взял эфира на 25%? Он все перформит, сейчас эфир 5 тысяч там, и дальше там 10 тысяч, ну, конечно, разгоны какие-то фантастические. Все шилят, вообще все, но деление инфлюенсеры, и западные, и русскоязычные, очень сильно шилят, вот кто там смотрит Кирилла Эванса, спросите у него, что он употребляет, если он постоянно считает, что может только расти, не бывает отката, если откат, это рост. На самом деле, вообще вот сейчас такая забавная ситуация, что у нас произошел какой-то откат, и все такие, так это лучшая точка входа, вот если взять условный форклог, да, и почитать, что тут пишут, сложность майнинга упала, это как бы плохая новость. То есть тут объем актива третьего клиента фонда от Хоровица составит 2 миллиарда, тут миллиардер Карл Айкон готов покупать, кто-то там еще, идут новости с разных сторон, и с одной стороны все такие, мы покупаем, с другой стороны, типа, нет, это вот выглядит ровно так, когда пошел отскок, и типа, цена дешевая, то есть не на хаях, и все такие, ну, можно сейчас точно набрать. Так вот, ребят, я по-прежнему не советую брать, я вообще не уверен, что мы сейчас еще, я сильно сомневаюсь, что у нас продолжается бычий тренд, об этом я буду рассказывать в своем следующем портфеле месяце, он выйдет тоже совсем скоро, если хотите получать его моментально, обязательно подпишитесь на телеграм-канал, ссылка внизу в описании, там все будет. Итак, соответственно, что у нас, ну, на самом деле, все равно есть какой-то фундамент, вот, и, соответственно, эфир у нас вырос сильно к биткоину в отношении, и потом, ну, как бы, вместе даже упал, и надо сказать, что эфир не так сильно упал, мы заходили по 2 800, он сейчас стоит 2 400, то есть, те, кто, условно говоря, весь май в эфире, они, на самом деле, не так многое потеряли. По биткоину, конечно, уже падение очень серьезное, с 57 тысяч на 35, но, опять же, говорю, что вот такая ситуация произошла, причем, напоминаю, это все произошло без особых новостей, без особой паники, без особых, скажем так, закрываний биткоина, ну, в Китае пошел какой-то фунд, но он, как бы, не особо влиял-то, поэтому, ребята, я говорю, рынок, он достаточно иррациональный, он бывает резкий, и, там, кто им управляет, неизвестно, но дергает его капитально. Что дальше? Дальше Кусама, по Кусаме ситуация такая, что, ну, типа, мы ее зашли, да, условно говоря, тоже не самая хорошая цена, но все равно норма, 400 долларов, мы заходили ровно, вот здесь вот, после этого пошла инфа о том, что, вроде как, будет аукцион парачейна совсем скоро, после этого, как бы, вот это случился дамп, так как на Кусаме не хватает ликвидности, то, вот, Кусама упал аж до 180, вот тут, если у Кота стояли какие-то лимитки, это, конечно, волшебно, на самом деле, когда рынок такой волатильный, я всем советую ставить лимитки, ну, может, условно говоря, то, что вы поставите лимитки низко, с вами ничего плохого не произойдет, а вдруг вам что-то нальет, особенно, если не очень ликвидные монеты, Кусама как раз подходит под такую категорию, что дальше будет? Ну, видите, вот, на самом деле, опять же, когда произошло падение, я всем говорил, ничего, не рыпаемся, мы смотрим, что будет дальше происходить, то есть, уровень какой-то проторговки, и вот, условно говоря, мы сейчас уже упали мы 20-го числа, 19-го даже, перепутал, и вот 10 дней уже проторговал, все более-менее нашли какой-то уровень, вышли на какое-то плато, будем смотреть, Кусама по-прежнему, считаю, я неплохой потенциал, потому что, все-таки, Кусама и Полькодот, это же, типа, вот этот блокчейн, который, аукцион Парачейна, там, все должно измениться, все запуститься, все классно, мы ждем и верим, по Доту, к сожалению, ничего хорошего тоже не могу сказать, он как упал, он с 40, у нас, и, опять же, тут отскочил, опять упал, и сейчас торгуется на таком уровне, ну, по Полькодоту, на самом деле, по Польке нету хороших новостей, в том плане, что аукционы Парачейна будут вообще ближе к Новому году, а это прям очень далеко, я уже совсем не верю, что там еще будут остатки булрана к тому времени, кстати, если посмотреть Google Trends, то биткоин, вот, у нас, получается, в каком-то плато держится уже достаточно долго, многие любители теории загора считают, что вот это вот плато, оно совпадает вот с вот этим, то есть, еще, условно говоря, вот этого хая нового не было, хотя, по ощущениям, я не понимаю, как там сделать этот новый хай, если уже, как будто, абсолютно все в этой крипте, все в курсе, хотя, вот, видите, тут некоторые страны, Африки и Гренландии, не в курсе, может быть, мы ждем их, я не знаю, может, мы ждем, пока моя бабушка зайдет в крипту, ей прям тяжело, у нее прям, Binance установить приложение, не так будет просто, не знаю, в общем, и вот еще, индекс страха, индекс страха, у нас вообще тоже интересная вещь отображает, 10, это прям очень экстремально страшно, и это, типа, вот этот показатель, на самом деле, он должен, что называется, проторговаться для того, чтобы, как бы, был а-ля разворот, ну, опять же, я говорю, я не отрицаю эту возможность, что мы вырастем, но вот это показывает, что люди сейчас не склонны за крипту, а майнеры продолжают выманивать по текущему курсу в районе 800 миллионов долларов в месяц нового биткоина, и этот весь биткоин идет в стакан, кто-то должен его откупать, если его не откупают вот эти хомячки, его должны откупать либо какие-то фонды, которые постоянно говорят, что они заходят, либо же, еще при этом, в смысле, есть еще люди, которые раздружаются, которые такие сидят, я вот знаю людей, такие, блин, по-моему, все, по-моему, уже, ладно, я выйду, просто, когда мы вначале упали, все так начали мне кричать, что, типа, мол, надо, это вообще все ерунда, мы сейчас сразу полетим, я говорю, мы сейчас точно сразу не полетим, мы сейчас либо вообще вниз поедем, либо еще проторгуются, и потом будем думать, но пока я ближе, опять же, к даунтренду, будем смотреть, что дальше. Какие еще монеты у нас пострадали сильно, ну, ку-саму, в общем, 400 долларов, упал на 300, туда-сюда, что называется, а вот дальше уже более фейл, не, паниру, ничего не изменилось, на самом деле, упал вместе с рынком, тут я даже как-то комментировать не могу особо, да, упал, да, плохо, но вот так вот, dot мы уже обсудили, паниру никаких обновлений нет, вообще, в целом, на самом деле, вот, надо понимать, что вот эти обновления, которые мы часто ждем, типа, эфир 2.0, типа, аукционы, парачейн, они масштабные, они прям в долгую-долгую играют, нельзя сейчас быстро запилить продукт, быстро его пробрейдить, быстро улучшать, быстро изменять, чтобы он превращался, хотят, кстати, как раз один инч пробуют, они тут всячески пытаются улучшать протокол, но их тоже это не уберегло, они ровно в два раза поделились, тут еще интересный момент, для тех, кто хочет спекульнуть на один инче, например, в моменте, это вам смарт-идея, такую, да, но уже будет не готовый смарт-идея, она хоть чуть-чуть будет вам самим работать, тут на данный момент закончились у нас пулы, вот эти, которые один инч к эфиру, к юзоцек, битку, там, скажем, большие эфиры, ой, большие пулы, и вот, когда появится новое, вы подпишитесь просто на один инч в твиттере, если такие появятся, то народ туда моментально пойдет стейкать один инч с, ну, с каким-то, ну, токеном серьезным, да, и в этот момент большие объемы пойдут замораживаться обратно стейки, потому что сейчас вот этот дам произошел просто по той причине, что много один инча вышло на рынок свободного, после того, как фарминг закончился, вот он 12 мая, это немножко тоже задампило цену, я был уверен, что они продлят, но пока они не продлевают, возможно, ждут какой-то фишечки, поэтому, смотрите, тут уже один инч, они уже сотрудничают, можно там и с этого закидывать, ну, но при этом, видите, как вы можете посмотреть, один инч действительно сейчас стоит 2,73, а мы брали его по 5,42, то есть вот такая вот ситуация, он упал уже чуть ли не до цены, типа, условно, старта, но, я говорю, ровно в два раза, получается, он сложился, вот 500 долларов у нас его осталось, тысячи, но такого мир крипты, какого бы ни был, по миру, ребят, по миру, я не знаю, мир там в итоге, я помню, залистили на Coinbase, это было прикольно, надо было тогда, естественно, сливать, если выходит, по какой-то монете выходит такая большая новость, это, кстати, тоже очень важный момент, я расскажу историю, потому что очень много ребят начинающих смотрят и не понимают, что делать, если вы держите какую-то монету вообще по любой причине, и потом происходит мощная новость, это, типа, Coinbase, Binance или что-то типа такого, надо ее сразу сливать, иначе, потому что она просто вырастает, и потом будет скатываться, так работает рынок, так работает памп, либо же бомбичи вашу монету за, типа, залистили, за анонсили, что это важная монета, и прошел сильный необоснованный памп, то всегда надо монету вообще желательно полностью фиксировать, можно иногда, если вам хочется, если вы не верите фундаментально, оставлять чуть-чуть, но, ребят, когда вот на рынке вот это безумие, никакого фундамента уже давно нету, я вас удивлю, к сожалению, рынок, он не самый фундаментальный, он больше спекулятивный, он больше хайповый, он больше маркетинговый, и вот эти все приемы, которые вы знаете, которые вы не знаете, они постоянно применяются в крипте, просто иногда кто-то смотрит, я вот держу монету, она сейчас выросла, что-то, что-то, то есть человек даже не знает, она выросла за день на 60%, и он говорит, наверное, дальше подожду, вдруг будет расти, я говорю, а вдруг не будет, то есть, типа, ты вообще, когда покупал, был план, то есть, ребят, очень много новичков, и сейчас рынок максимально суровый, вообще, надо как можно больше думать, включать голову на тему риска, потому что раньше рынок прощал ошибки, а сейчас, если вы ошибаетесь, то рынок прям дает по лицу вам очень бодрый, и сейчас вы будете терять деньги, вот огромное количество новичков меня смотрят, которые разбогатели на Dogecoin, на всяких, да, от которых у меня вообще голова кипит, и после этого такие, типа, так теперь все легко, я все знаю, как, так не работает система, не может финансовый, финансовый сектор приносить всем деньги, в том числе людям, которые вообще в этом ничего не понимают, так не должно быть, ребят, поэтому, пожалуйста, соберитесь, слушайте старшие товарищи, спрашивайте у нас в чате, где угодно в чате, ну, потребляйте информацию, и совершайте меньше необдуманных движений, потому что они всегда в вас придут только к потере депозита, выбирайте такие проверенные, четкие кейсы, я поэтому сейчас смарт-идеи перестаю давать, просто по той причине, что, ну, очень все жестко, и все прям держится на соплях, я боюсь, действительно, что мы сейчас пойдем в фазу двухлетнего даунтренда, но надеюсь, что это не так, я надеюсь, что мы еще, конечно, погуляем, но не факт, что это будет так долго, ну, что сказать, с вами был Гнат, это были итоги месяца, всегда подводите их, как бы они не закончились, особенно, если плохо, да даже если хорошо, все равно делать выводы, чтобы потом не было такого, что, типа, уже вы наступили на эти грабли, и потом заново прошли круг, и опять на эти грабли, чтобы такого не было, это надо избегать, всем спасибо, пока, до новых встреч!